Москвичи и гости столицы теперь встречаются в гуме не у фонтана, а у торговой точки все путем. Патриотичная игра слов и принтов стала хитом весьма недешевого ширпотреба. Желающие выложить 1200 рублей за майку, а лучше две-три, томятся в жарких очередях часами. Ну вы же в куче, что сейчас не самые легкие времена проходят мировой политики. Это усилилось давление на страну, на нашу Россию. И сейчас как-то никогда, мне кажется, нужно дать знать нашему руководству о том, что мы с ними поддерживаем. Да, я считаю, что именно сейчас мы должны иметь такие майки, чтобы весь мир видел, что наша страна, наш народ поддерживает политику нашего президента и нашего государства. Вообще-то Путин Владимир Владимирович у власти уже 15 лет, но серия майк посвящена его последним победам. Прежде всего, воссоединению России с Крымом. Еще дизайнерам Ане и Ване нравится фото с голым торсом на коне, в меховой фуражке и в темных очках. И надписями покупатели остались довольны. Если абсолютно серьезно, то есть написаны правдивые вещи, самые вежливые из людей. Он реально, мы считаем. Те, кто просит прислать футболки или те, кто понимает, выражают благодарность и говорят, что мы так горды, что наконец-то мы можем на себя это перенести и быть частью того, что происходит. Как бы случайно, участие в происходящем принял Микки Рурк. На седьмом десятке еще незабытым эротичным жестом матча 9,5 недель решительно сбросил себя исходнее перед камерой Russia Today. И лишь блуждающая кошачья улыбка голливудского пенсионера бросила тень сомнения на этот пиар. В конце концов, из ГУМа Микки Рурк ушел не только с футболкой, но и с ушанкой, матрешкой и балалайкой. А Стивен Сигал, которого путинский анфас накрыл в Севастополе, приехал в Крым не за сувенирами. Мое самое большое желание – свести Россию и Америку вместе. И музыка, как язык богов, лучший путь для этого. Этот язык понимают все. Вероятно, слова в исполнении русского друга-байкера по кличке Хирурк американский гастролер не разобрал. Хотя многое в этой шоу-трансляции ГОСТ-ТВ было понятно без них. Хореографы байкерского клуба «Ночные волки» сильно старались. Такой свастики со времен Третьего Рейха не видали. Вообще, фактически, аналога у такого шоу в мире нет нигде. Мир, наверное, вздрогнул от увиденного, но услышанное потрясло бы его еще больше. Прости нас, Победа, за то, что молчали, когда от знамен мы своих отлучали. Прости, что сведомые слуги народа прислугою стали нерусского рода. Прости за солдат, спящий в братской могиле, что, встав под набат, Русь сердцами закрыли, навеки застыв в обелисках гранита, чей подвиг распят, а могила разбита. За то, что предали, за что воевали. Что жрет вранье на твоем пенестале. За пляски в Одессе нацистских уродов. Закроем городок за развалы завода. У западных послов альтернативного миропорядка есть трудности с переводом, но, очевидно, не с гонораром. Санкции к ним неприменимы. На закате карьеры дурной запах легких денег не беспокоит Стивена Сигала, который соглашается рекламировать русское оружие. Микки Рурга, который решает боксировать с русским противником. Наконец, Дэвида Духовны, который готов по-русски даже запеть. Вирусная реклама со звездой сериалов X-File и Californication в YouTube собрала больше 5 миллионов просмотров. Она вообще-то не про пиво, а про духовные скрепы, в лучшем смысле этих слов. И Дэвид Духовны, потомок выходцев из СССР, вписался в культурную матрицу идеально, но только за сумму, которую рекламщикам даже разглашать неудобно. Я узнал, что у меня есть огромная радня. При всепоглощающей любви к Западу культ Путина нуждается в поддержке культовых персонажей вражеской культуры и не стоит за ценой. Но, как правило, залетев на восток, западные звезды тускнут и дешевеют. Жерар Депардье, который первым открыл для себя щедрую русскую душу, в родной Франции уже маргинал. Кто более известен в США сегодня, Владимир Путин или Микки Рук, тоже еще большой вопрос. И одиозная футболка, как красная рубашка на Дине Риде в советские времена, больше, чем простой сувенир. Елена Мещерякова, телекомпания «Артевяй».